Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо всем, кто заинтересовался, зарегистрировался, приехал и находится с нами в одном конференц-зале. Спасибо и тем, кто подключился по интернету, таких людей много. Мы взяли немножко паузу, чтобы успели все добраться, кто через заснеженные улицы Москвы пробирается до комплекса Останкиной, до нашего зала. Сейчас мы в основном все в сборе. Я хотел бы представить своих коллег, которые за столом президиума. Во-первых, я Карганов Федорович, заместитель министра образования и науки Российской Федерации. В министерстве отвечаю в том числе за вопросы защиты детства, обучения иммунитов, ну и еще много других вопросов. С Рубцовым Виталием Владимировичем вы наверняка знакомы. Ректор Московского городского психолого-педагогического университета, государственного психолого-педагогического университета и известный научный лидер, в том числе в сфере работы с детьми с аутистическим спектром. Камал Юлия Игоревна представляет у нас родительскую общественность и мы очень рады, что родители, родительские ассоциации нас активно поддерживают своим участием, своими предложениями, иногда своей критикой. Все это, конечно, необходимо, чтобы совместно и успешно двигаться вперед. В министерстве образования и науки Российской Федерации за вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, отвечает департамент защиты детства и его руководитель Сильянов Евгений Александрович тоже вместе с нами за этим столом. Сегодня у нас первая конференция, она имеет статус поистине всероссийской, комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра. Эта тема и внимания к этой теме все больше в мире. Понятно, по каким причинам лучше работает система диагностики, больше задач перед системой образования с точки зрения качественного и доступного образования для всех. В поле зрения попадает все больше детей, у которых эта проблема существует. Ну и, соответственно, есть и возможность, и необходимость совершенствовать и педагогические практики, и вопросы диагностики, и организационного управления этим процессом, для того, чтобы как можно больше детей получили максимум возможного, для того, чтобы наша система образования помогла каждому проявить все способности и добиться максимального результата. Я признателен всем наставникам, педагогам, родителям. Это сложная во всех смыслах работа требует высочайшего профессионализма, терпения, внимания. И результаты мы сегодня видели на этой сцене. Спасибо всем, кто подготовил этот замечательный номер. В последнее время мы системно занимаемся вопросами по работе с детьми с расстройственно-анутистического спектра. Создан недавно экспертный совет при Министерстве образования и науки. В него вошли специалисты разных профилей, представители родительских ассоциаций, организаций, регионов. Этот экспертный совет призван скоординировать работу и научно-исследовательскую, и педагогическую, и организационно-управленческую, и информационно-аналитическую. Мы понимаем, что сейчас разные школы, разные направления, разные методики, разные результаты. Это, видимо, хорошо и правильно, но, тем не менее, для того, чтобы обеспечить максимального эффекта, нужна координация. Я рассчитываю, что сегодняшняя конференция, она станет заметным шагом в этом направлении. У вас, у участников, будет возможность услышать ведущих специалистов в этой сфере. У нас будет возможность получить обратную связь, вполне возможно, акцентировать внимание на проблемах, которые, возможно, до этого не были так четко сформулированы. Надеемся, что будут подсказаны и пути решения тех или иных проблем. В любом случае, мы рассчитываем, что результаты этой конференции не будут ограничиваться количеством докладов и выступлений, а выльются в том числе соответствующие решения, которые помогут нам и в рамках экспертного совета, и в рамках текущей работы Министерства образования и науки, совместно с нашими коллегами в регионах Российской Федерации, совместно с высшими учебными заведениями, с научными организациями, успешно двигаться в этом направлении. Как вы знаете, совсем недавно утверждена государственная концепция ранней помощи, которая носит межведомственный характер. Казалось бы, совсем недавно прошли дискуссии, которые были по этому поводу. Как развивать раннюю помощь, какие инструменты использовать, какие возможности, какие целевые ориентиры. Сейчас мы работаем совместно с нашими коллегами из других органов исполнительной власти над конкретным планом, который будет также утвержден правительством и который позволит нам, я уверен, продвинуться, в том числе и с точки зрения работы с детьми с аутистическим спектром на ранней стадии. Это нам представляется чрезвычайно важным. Я уверен, что консолидированные усилия позволят нам не только продвинуться вперед, но и стать вполне возможно примером для других систем образования. В этом году мы открыли наш центр по работе с детьми с аутистическим спектром. Он проходил на Московском международном салоне образования в апреле этого года. Очень была трогательная церемония сама, открытие. И у нас было очень много зарубежных экспертов, гостей. Всех волнуют и интересуют эти вопросы. Я рассчитываю, что уровень нашего продвижения позволит нам в следующем году на последующем в Московском салоне образования, который состоится с 12 до 15 апреля, вместе с нашими коллегами из более чем 70 стран мира, обсудить разные спектры вопросов, в том числе и вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Для нас это представляется очень важным. Мы, естественно, опираемся на российские исследования, естественно, ищем свой путь, но в то же время все, что происходит в мире, мы должны знать и учитывать для того, чтобы не терять время, а двигаться вперед эффективно. Я желаю всем участникам нашей конференции и присутствующим в зале и подключившимся к нам через интернет интересного разговора. И сейчас хотел бы предоставить слово Пополу Владимиру Михайловичу, помощнику советника президента, председателя комиссии при президенте по делам инвалидов, Левицкая Александра Юрьевна. Пожалуйста, Владимир Михайлович. Добрый день. Уважаемые коллеги, от имени комиссии по президенту Российской Федерации, приветствую участников этого очень важного форума. Хотел бы сказать особой благодарности Министерству образования Российской Федерации, что подняли такую важную тему и сделали практически темой нашего дня сегодняшнего. Как вы знаете, свои детей в мире нарастает, и только в России, но во всем мире проблема становится все более и более важной, более и более значимой. Поэтому такое уважаемое собрание сегодня – это первый шаг, точнее, не первый шаг, но один из важных шагов на пути к пониманию процесса и пониманию, что можно сделать для наших детей. Поэтому желаю всем участникам конференции здоровья и радости. От имени комиссии обещаю полную поддержку в всех начинаниях, чем можем готовиться соответствовать. Спасибо огромное за внимание. И еще раз спасибо нашему министерству образования за то, что подняли такую тему в такой важный и нужный момент. Спасибо. Владимир Михайлович, попрошу вас вместе с нами, чтобы разделить ответственность на все происходящее. Ну а в целом мы хотели бы тоже поблагодарить и вас лично, и в первую очередь Александру Юрьеву Левицкую, потому что она очень большое внимание уделяет в целом вопросам образования детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, и то, что у нас появилась государственная концепция ранней помощи, это в первую очередь ее заслуга, поскольку внимание к этому, в том числе ведомству, в первую очередь привлекла она, и дальше мы, я думаю, также будем двигаться совместно. Слово для приветствия Рубцову Виталию Владимировичу, ректору Московского государственного психолого-кедагогического университета. Спасибо, Евгений Юрьевич. Дорогие друзья, вот сегодня такое важное мероприятие проводит Российская Федерация, как первая все-таки, вот такая первая, можно сказать, первая конференция всероссийская по проблеме работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Долго мы двигались к этому событию, значит, я некоторые этапы скажу, для того, чтобы понять вообще, вот где мы сейчас находимся. Первая волна напряжений в отношении работы с этими детьми, ну, по крайней мере, я, насколько это знаю, я сам столкнулся с этим, это было связано с тревогой родителей, у которых такие дети. Эти люди приходили в наш университет и спрашивали, что же делать с этим со всем народом. Тогда мы начали искать референтных людей, экспертов, тех, у кого есть какая-то практика, кто это может делать, и мы нашли таких людей. И здесь вот Игорь Леонидович Шпицберг находится, нет сегодня, но будет завтра Елена Юрьевна Клочко, это и Елена Богородникова, Целая группа экспертов и людей, которые сказали, что уже кое-что делается в Российской Федерации, что родители не просто так вообще с этими детьми проживают, они ищут пути, активные методы, эффективные подходы к работе с этой очень сложной и непростой категорией детей. Тогда мы, университет наш, в котором в 2012 году был присоединен центр психолога-медико-социального сопровождения детей и подростков, он был профильный центр, мы начали укреплять позиции этого центра в трех направлениях. Первое, это наука. В университете есть несколько мощных научных центров, которые работают в этом направлении. Это центр Строгановой, Татьяна Александровна и центр Горбачевской. Эти центры прямо занимаются по тем научным направлениям, которые работают в этой области. Мы поняли, что без специальной подготовки людей, которые работают с этой категорией ребят, обходиться невозможно, и в университете была открыта специальная магистрская программа по подготовке таких людей. Для работы с нашими магистрантами были приглашены иностранные специалисты. Я хочу поблагодарить наших коллег, опять Игоря Шпицберга, который рекомендовал нам этих людей, они работают с нашими магистрантами, здесь очень много надо сделать. Но вот это второй фокус образования. И третий фокус, это практика. Практика, которая никогда не уходила из нашего центра. Это, я могу точно назвать, это 23 класса, где обучается 172 ребенка. И дошкольное образование в группах кратковременного пребывания получает 26 детей. В чем смысл вот этой практической базы? Во-первых, это, прежде всего, клиническая база для подготовки наших специалистов. Во-вторых, это та база практики, где мы можем смотреть, какие методы, методики, подходы в работе с этими детьми имеют наиболее приоритетное значение. И я здесь скажу сейчас, мы обсуждали этот вопрос вот с экспертами, которых я называл. Здесь нет каких-то одних рекомендаций. Это всегда комплексная работа, и мы начинаем понимать, что в разных случаях нужны разные методы и методики. И задача нашего центра заключается в том, чтобы аккумулировать эти методики, адаптировать их к системе работы с нашими ребятами. Центр, федеральный ресурсный центр, был открыт в рамках программы «Доступная среда». И очень много было сделано для этого. И усилий нашего министерства и профильного департамента. И комиссии по работе с инвалидами. И правительства Российской Федерации, Совета которого возглавляет Ольга Юрьевна Голодец. Все шло к тому, чтобы в 2016 году, летом, этот центр был открыт. И Венин Шаевич сам принимал прямое участие в открытии этого замечательного центра. Вот центр работы. Что мы сегодня видим? Значит, первое, что мы видим, это то, что, во-первых, удалось вокруг центра аккумулировать людей, работающих в этом направлении. И педагогов, и родителей, и исследователей. Это, пожалуй, первый результат, который я хочу сегодня сказать. Второе. Мы адресно работаем по поиску, адаптации и применению тех методов и методик, которыми можно работать с этой очень непростой категорией ребят. Третье. Я хочу сказать, что мы продвинулись в определенном уже методическом обеспечении этого вопроса. Написаны целый ряд рекомендаций. И мы вышли на очень широкое профессиональное сообщество. Я могу сказать, что уже за этот короткий период с лета проведутся систематические вебинары, в которых уже тысяча почти шестьсот человек приняло участие. Это много. Это идет систематическая работа по фактически введению людей, знакомству их вот с теми методами и методиками, которые необходимы для работы с этими категориями ребят. Я хочу сказать, что в целом мы очень тесно работаем с фондами. Но прежде всего, конечно, я должен назвать здесь фонд «Выход», который провел две блистательные международные конференции в тесном сотрудничестве с нами. Мы работаем с этим фондом и будем продолжать работать. Второй фонд, с которым мы сейчас очень тесно работаем, это фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наш университет и центр, конечно, прежде всего, федеральный ресурсный центр осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение работ по фактически распространению и внедрению передовых методов и методик по работе детей с расстройством аутистического спектра. Ну и вот в заключении приветствую уже сегодняшнюю конференцию. Много это или мало? Вот я хочу сказать, вот сегодня точно могу сказать, что вот само это событие, оно является как бы знаковым в том отношении, что мы сегодня говорим, что сделан важный шаг. Вот как сказали сегодня, вот приветствие от комиссии, да, нам. Это важный шаг, именно фиксирующий, что в Российской Федерации вот то движение, которое началось со стороны родителей, со стороны экспертов и специалистов, которые работали и бились в этом направлении, фактически в Российской Федерации закрепилось, установилось, получает развитие и укрепление вот это самое движение профессиональное в отношении работы с ребятами, с расстройством, с детьми, с расстройством аутистического спектра. И сегодняшняя конференция является этому свидетельством. Ну и теперь насчет МАО. Очень много предстоит сделать. Во-первых, именно в тех направлениях, в которых я сказал. Это наука, это образование, это практика. Один университет и даже десять университетов, имея по одной программе, это не очень много для того, чтобы решать эти проблемы. В Москве действует десять ресурсных классов. Много это или мало? И я думаю, что будут сегодня выступления на этот счет. Эти ребята нуждаются в нашей помощи. Это означает, что и практическая система, система образования должна откликаться на вызов времени, а мы готовы отвечать на них нашими методическими рекомендациями, повышением квалификации, подготовкой кадров и сопровождением вот тех работ, которые будут вести, вестись в поле нашими педагогами, нашими наставниками, нашими тьюторами. Это очень непростая категория ребят, как и все те, которые имеют те или иные особенности. Работа с особенностями детей, это является приоритетом нашего университета, а приоритетом работы центра является работа с детьми с расстройством аутистического спектра. Я решительно приветствую нашу конференцию сегодня и говорю, это очень важное, знаковое событие. Мы очень рады всех вас видеть. Народ подтягивается, транспортная доступность здесь непростая, но тот интерес, который вызывает эта конференция, тот состав участников, который здесь присутствует, говорит о том, что в Российской Федерации это движение есть. Оно принимает такой общественно-профессионально-государственный поворот, это самое главное. Мы обязательно будем опираться на родителей, мы обязательно будем опираться на некоммерческие социально-ориентированные организации, мы обязательно будем работать с профессиональной наукой, и мы, конечно, будем заниматься подготовкой кадров. Я вас всех приветствую и поздравляю с этим знаменательным событием. Спасибо большое, Виталий Владимирович. Камала Юлия Игоревна, председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов. Добрый день. Я рада всех приветствовать. На моем месте сегодня должна была быть Елена Юрьевна Кулачко, но обстоятельства так сложились, что ее нет с нами, и хочу отдать ей должное. Она является той консолидирующей фигурой, которая помогает нашему родительскому движению на всех уровнях власти продвигаться вперед. В последние годы действительно внимание общества и государства к проблемам детей и взрослых с рас в России многократно взросло. Это произошло во многом благодаря усилиям нас, родителей. Никто больше, чем родители, не заинтересован в достойном качестве жизни своих детей. Пока еще многие важные вопросы остаются нерешенными. Мне бы не хотелось сразу переходить, хоть и к конструктивной, но к критике. И поэтому я думаю, что в работе конференции будет множество площадок, на которых можно будет обсудить те моменты, которые есть и остаются. Хочу сказать, что в Москве дело обстоит очень и очень неплохо, и мы значительно продвинулись на этом пути, хотя путь этот был непрост и термист, но очень важно отметить, насколько мы продвинулись на этом пути. И опять же, благодаря инициативе родительского сообщества. И хочу еще раз перечислить тех, кто принимает в этом активное участие. Это, конечно, Игорь Леонидович Шпицберг, Елена Богородникова, Наталья Марьина, Ева Александровна Стюарт. Все мы объединены одной идеей. Нас много, и мы сумели найти общий язык, к чему я и призываю всех присутствующих здесь и тех, кто слышит нас, что очень важно объединиться и действовать во имя интересов наших детей. В Москве нам удалось создать и межведомственную рабочую группу при правительстве Москвы, в рамках которой нам удается решать множество вопросов, касающихся жизнедеятельности детей с инвалидностью, и не только детей, но и взрослых, тех, кто продолжает нуждаться в помощи, и в помощи родителей, и в помощи специалистов. При департаменте образования создана рабочая группа, межведомственная, и плоды ее работы налицо. То, о чем сегодня уже говорилось, создание и продвижение проекта «Инклюзивная молекула», создание ресурсных классов, которые уже не входят в проект «Инклюзивная молекула», существуют независимо и развиваются. Создание проекта «Ресурсная школа» — это все этапы пути движения вперед. И очень важно найти ту точку, в которой вы сможете работать дружно, продуктивно и конструктивно. Потому что только критиковать — это на самом деле очень удобно. Критиковать найдется всегда и что. Но научиться работать вместе и продвигаться вперед — это главная задача, и очень важно осознать это родительскому сообществу тоже. Для того, чтобы становление системы помощи людям с аутизмом происходило быстрее и в верном направлении, необходима консолидация наших усилий и возможностей. Мы предлагаем это сделать под эгидой Коалиции помощи детям и взрослым СРАС в России при Координационном совете по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, одним из сопредседателей которого и является Елена Юрьевна Клочко. Сейчас уже в Коалицию объединились многие регионы Российской Федерации. Это Москва, Псков, Самара, Красноярск, Хабаровск, Архангельск. Более 70 организаций, которые работают с детьми СРАС и другими психофизическими нарушениями. Наши организации активно работают с родителями, специалистами и органами власти. В 2016 году как раз по инициативе общественности и был создан Федеральный ресурсный центр. Мы были одним из тех двигателей, который ускорил и доказал актуальность. Всегда нужны аргументы. И они нашлись. И очень важно, что такой центр создан и стал успешно работать. Но сотрудничество с государством должно перейти на качественно более высокий уровень. Для того, чтобы наши потребности, потребности наших детей были услышаны, для этого необходимо объединяться. Вы можете воспользоваться нашим опытом, знаниями, умениями, взаимодействовать с органами исполнительной власти и добиваться результата. Приглашаем к объединению всех, кому нужна помощь, и тех, кто готов помогать людям с аутизмом. Родителей, специалистов, самих людей с аутизмом. Существующие организации или те, кто только хочет еще создаться. Очень важно для того, чтобы достигнуть результата и быть услышанными. Объединение и движение в одном направлении. К сожалению, так сложилось, что в Российской Федерации нет всероссийской родительской организации. Поэтому, к сожалению, несмотря на наше уважение бесконечное к ВОЗ, ВОК, ВАИ, часто интересы именно детей инвалидов и лиц с ментальными нарушениями остаются несколько за бортом. Поэтому мы считаем, что коалиция – это первый шаг на пути к созданию такой мощной всероссийской родительской организации. Призываем всех вступать в коалицию и двигаться дальше, не останавливаясь. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Игоревна. Я помню нашу первую встречу в Москве, по-моему, это было года полтора или два назад. Как раз возмущенные родители собрались, и была необходимость встретиться и поговорить. Но за это время многое действительно изменилось. И когда есть совместная цель, она у нас есть, то тогда и находятся возможности для взаимодействия, тогда приглушаются амбиции, появляется конструктив, и дело движется. Я думаю, так мы и дальше будем работать. Один из активных родителей, но уже и активный член движения в этом направлении, Шпицберг Игорь Леонидович, его сегодня упоминали, член правления Международной ассоциации «Аутизм-ЮРО». А по Игорь Леонидовичу, можно я скажу два слова? Я тоже помню хорошо не только нашу первую встречу, которая действительно сложилась при определенной напряженной обстановке, но я помню и то, как мы осознали ваши слова. И они стали для нас такой направляющей, что в прошлое вернуться невозможно. Нужно думать и делать сегодня настоящее, и думать о будущем. Спасибо, Вениамин Шаевский. Спасибо. Вы знаете, мне кажется, это достаточно символично, когда подошел на микрофончик, но вот на таком уровне. Потому что действительно мы представляем, безусловно, интересы всего сообщества, и детей, в том числе и азотизм, но и взрослых людей тоже. Я не знаю, насколько у меня получится долго или коротко, постараюсь коротко. Ну, во-первых, безусловно, я приветствую всех здесь присутствующих, и я невероятно благодарен всем людям без исключения, для которых качество жизни людей с инвалидностью или с нарушениями развития – это вопрос жизни. Таких людей в нашей стране и всегда было много, и сейчас становится все больше и больше. Это те люди, которые находят в себе силы и какую-то, не знаю, любовь, чтобы заботиться о тех, кто в этой заботе нуждается. Безусловно, в стране сейчас происходят очень серьезные изменения. Я, так как являюсь родителем ребенка с аутизмом, у которого сейчас 28 лет, и у него сейчас уже, слава Богу, легкая форма аутизма, синдром Аспергера, я долгие годы наблюдал, как это у нас здесь происходит, и, безусловно, последние годы изменения абсолютно кардинальны. Первые лица в нашей стране – президент Российской Федерации, премьер-министр, много людей на самом высоком уровне уделяют огромное внимание теме качества жизни людей с инвалидностью в нашей стране. Я думаю, что мы сейчас проходим некий промежуточный этап, потому что от сегрегации, когда люди с инвалидностью все-таки у нас были несколько отделены от нормального сообщества, мы сейчас переходим к состоянию, когда просто будут граждане Российской Федерации и все. То есть не будет разницы, человек имеет ту или иную особенность развития, в нашем случае расстройство логистического спектра. И когда-нибудь мы придем именно к этому, к тому, что сейчас в мире часто называется в области архитектуры, например, универсальный дизайн, когда сразу создается среда, в которой любой человек в зависимости, не вне зависимости от особенностей, а именно с учетом его особенностей, может быть абсолютно функциональным, максимальным полноценным. Но сейчас мы проходим промежуточный этап, когда к теме инвалидности и к теме людей с аутизмом, в том числе, мы вынуждены приковывать пристальное внимание. Это тоже своего рода сегрегация, потому что мы на них акцент делаем. Когда-нибудь никакого акцента не будет, просто все будут иметь равные возможности. Но сейчас этот акцент абсолютно необходим, потому что нам надо вывести качество жизни вот этих людей, и в данном случае мы говорим про людей с аутизмом, и понятно, что мы не можем заботиться только о людях с аутизмом, надо заботиться о всех, кто имеет определенные дополнительные потребности. Вот наша сейчас задача дать им весь спектр того, что им нужно. Конференция совершенно замечательно называется «Комплексное сопровождение». Это говорит о том, что мы не можем помочь человеку, имеющему расстройство аутизмического спектра, его семье. Мы не можем помочь им какими-то точечными действиями. Только в здравоохранении или только в образовании, или только в соцзащите. Мы должны создать условия, при которых этот человек будет иметь максимальную возможность полноценной жизни. Для этого во всем мире пытаются создавать систему, систему непрерывности и, ну, как правильно сказать, нижведомственности, наверное. Когда не из набора действий, пусть даже хороших, состоит поддержка человека с аутизмом и его семьей, а поддержка осуществляется за счет сопровождения, начиная с рождения такого ребенка. Но в случае с аутизмом, как вы знаете, мы не всегда, точнее сказать, почти никогда не можем определить аутизм. Он совсем новорожденного ребенка, это происходит чуть несколько позже. Но вот с того момента, когда это обнаружилось, вот с этого момента ребенок должен попадать сперва в систему ранней помощи и затем последовательно должен получать всю ту необходимую поддержку, в которой он нуждается. И создание вот этих межведомственных и непрерывных моделей – это та задача, которая стоит перед всем миром. Это не только задача наша, российская. И я могу вам сказать, что, конечно, в чем-то некоторые зарубежные страны чуть дальше нас продвинулись в этом вопросе, ну, наверное, просто потому, что они раньше начали этим заниматься. Но Россия не является абсолютно догоняющей в этом смысле. В нашей стране существует множество совершенно замечательных специалистов, существует множество великих открытий, существует огромное количество чудесных родителей, прекрасных некоммерческих организаций, общественных движений, которые всеми силами обеспечивают вот вокруг себя детей с аутизмом и всеми тем, что им необходимо. Конечно, в рамках страны это чудовищно мало. Но мы движемся в этом направлении. И я вам могу сказать, что, конечно же, вот есть для меня несколько принципиальных вопросов. Первое. Конечно, в России и так же и везде существует плюрализм мнений. Есть много подходов, но кто-то из тех, кто добросовест... Есть много организаций, которые честно, добросовестно помогают великих аутизмах. Но одни из них считают, что надо действовать вот этим методом, другие считают, что вот этим методом. Кому-то категорически не нравится, что делают вот эти организации, кому-то, что вот эти. Я думаю, что сейчас мы находимся в таком историческом моменте в России, когда государство максимум делает для того, чтобы все возможности были открыты. Сейчас тот самый момент, когда все наши организации, все наши ассоциации должны понять, что у нас есть одна великая светлая цель, чтобы каждый ребенок и взрослый человек с аутизмом имел все, что ему необходимо, всю сектор поддержки. Мы не можем идти каким-то одним путем. Конечно, мы должны выбирать самые эффективные методики, самые действенные подходы, но мы ни в коем случае не должны тратить ни одну минуту времени на какое-то выяснение, кто из нас более качественный, или лучший, или старший, или еще что-то. Все люди, которые помогают людям с аутизмом честно и добросовестно, все эти организации заслуживают пристального внимания и изучения их опыта. Последнее, что я хотел сказать, это то, что, безусловно, я очень благодарен Министерству образования, которое серьезно занимается темой аутизма. Я очень благодарен всем тем, кто создает эту систему помощи. И мы идем, на самом деле, очень плотно сейчас международным сообществом вместе в решении этих вопросов. Наша организация, наш Солнечный мир является членом Европейской ассоциации аутизм Европа. Я являюсь членом управления этой организацией. И одна из частей моего приветствия, она от организации Аутизм Европа. Это организация, которая сейчас играет ключевую роль в европейском сообществе. Туда входят все национальные ассоциации европейские. Это Аутизм Франция, Аутизм Италия. И эта организация официально представляет сообщество людей с аутизмом на уровне Евросоюза, Европарламенте, Еврокомиссии. Я вам могу сказать, что только в прошлом году на специальном заседании в Брюсселе, где мне тоже довелось присутствовать, был дан старт создания всеевропейской стратегии по аутизму. Они тоже не имеют всего того, что нужно, и сообща пытаются эти задачи решать. Конечно, важно, что наш российский опыт тоже используется европейскими государствами. И сегодня здесь и завтра в МГППУ будет представлено множество российских чудесных организаций, опыт которых заслуживает изучения и даже трансляции за рубеж. Поэтому я очень надеюсь на то, что под нашими общими усилиями мы сможем создать тот мир, в котором каждый ребенок с аутизмом, каждая семья будет жить максимально полноценно. Это значит, что не будет никаких препятствий к тому, чтобы ребенок развивался, обучался, социализировался. И я желаю нам всем успехов на этом будущем. Спасибо. Спасибо большое. Там два видеообращения. Да, и я хотел бы, сейчас будет два видеообращения как раз от представителей Ассоциации аутизма Европы, наших зарубежных партнеров. Я хотел бы поблагодарить их сразу за то внимание, которое они оказывают в нашей совместной работе, за то, как они щедро делятся своими наработками, выразить заинтересованность, пригласить их принять участие в наших мероприятиях, в том числе в Московском салоне образования в апреле следующего года, и выступить там в качестве ключевых спикеров. К моему глубокому сожалению, меня ждут сейчас тоже порядка 800 студентов в МАИ, и я должен туда ехать, но все, что происходит здесь, оно у нас фиксируется, и мы ожидаем, что все предложения, которые здесь прозвучат, они лягут в основу нашей дальнейшей совместной работы. Спасибо всем, здоровья и удачи. Я чуть-чуть два слова скажу, просто чтобы вы понимали, кто это. Смотрите, в мире существует множество организаций, имеющих самый разный успешный опыт, успешный опыт в организации именно системы помощи, комплексной помощи. Кэрол Пауэй – это совершенно замечательный человек, который является директором Института аутизма National Autistic Society. Это, по сути, вот есть, скажем, аутизм Франция, аутизм Дания, в Англии нет аутизма Англии, а есть National Autistic Society. И вот эта организация, она больше 50 лет работает в Великобритании, когда-то она была создана родителями, и сейчас она очень тесно работает со всеми государственными службами, пытаясь обеспечить каждого ребенка с аутизмом тем, что необходимо. И у этой организации очень большой, очень эффективный опыт. Конечно, она не единственная из тех, что в Великобритании работают, да и в мире, но тем не менее, этот опыт нам, безусловно, полезен. И мы очень благодарны, я лично, Кэрол Пауэй, которая является также членом управления аутизмой Европы, за то, что она ездит периодически в Россию и помогает нашим родителям, нашим семьям. И сейчас вот будет обращение от National Autistic Society, которое Кэрол Пауэй, соответственно, прочтет и Дарья Бульнова переведет. Прошу, ума. Для меня большая честь и радость приветствовать вас сегодня на такой фестивной конференции, которая будет посвящена потребностям детей и взрослых людей с аутизмом. Мне повезло отработать в одной организации из России, и за последние несколько лет возросла информированность о аутизме просто колоссальна. Я уверена, что этот факт невероятно важен для многих семей, и изменения будут происходить и в дальнейшем. В следующем году Национальному аутистическому сообществу Великобритании исполнится 55 лет. Организованные родителями до сих пор в большинстве случаев управляемые сообщества верят, что каждый человек с расстройствами аутистического спектра должен быть понят, должен получать необходимую поддержку и тениться за то, какой он есть. И мы будем непреклонны в этой работе до тех пор, пока все не придут к пониманию. За годы работы мы поняли многие вещи, и мне доставляет огромную радость делиться своими знаниями. Во-первых, я поняла, насколько важно услышать людей с аутизмом и их семей, по-настоящему услышать. В особенности мы должны услышать тех, кто не может использовать речь для общения. Мы должны услышать их, когда они пытаются донести до нас то, что действительно для них важно, и это может отличаться от вещей, которые по нашему мнению важны. Мы провели опрос людей, спрашивая, что же для них на самом деле важно. И в большинстве случаев они отвечали, что важно быть в безопасности, быть понятым и освободить мир от осуждения и дискриминации. Во-вторых, важно принять, что аутизм — это пожизненное состояние. Дети с аутизмом когда-то станут взрослыми с аутизмом. И несмотря на то, что их потребности меняются, они все так же нуждаются в поддержке, понимании, и некоторым требуется работа со специалистами на протяжении всей жизни. Своевременное выявление, грамотная поддержка семьи после постановки диагноза, понимание потребностей всей семьи, включая братьев, сестер и хорошее обучение — все это играет огромную роль и меняет жизнь людей. Но для этого необходимы постоянные продолжающиеся исследования, специальные службы или сервисы и понимание широкой общественности, что аутизм не проходит в 18 лет. В-третьих, мне бы хотелось сделать акцент на том, насколько важно делиться своими знаниями и опытом. Аутизм является глобальным феноменом. Люди со всего мира борются за то, чтобы их лучше понимали и за свою жизнь. Если мы по-настоящему хотим изменить ситуацию, нам нужно работать вместе. Данная конференция проходит в Москве при поддержке правительства, Министерства образования и науки Российской Федерации, волонтерских организаций и университета. И является очень важным шагом в направлении культуры обмена, где все работают в команде и таким образом делают мир лучшим местом для людей с аутизмом, и их семей. Я желаю вам всем замечательной конференции, где вы сможете подчеркнуть много нового, поделиться своими знаниями и создать сильнейшие сети для улучшения жизни людей с аутизмом. Национальное аутистическое сообщество продолжит работать по всему миру для того, чтобы распространить информацию и чтобы людей с аутизмом лучше понимали и принимали. Нам доставляет большую радость работать со всеми вами в достижении этой цели. Желаю вам всем хороших конференций, и надеюсь, что скоро мы увидимся и обсудим результаты. Второй круг пошел. Сейчас еще одно сообщение. Второе сообщение от другой организации, тоже очень уважаемой в мире. Есть такая организация, которая называется Аутизм Спикс. Многие из вас наверняка про нее знают. Это та организация, которая, например, придумала акцию Light It Up Blue, когда 2 апреля каждого года во всем мире синим цветом подсвечиваются здания или какие-то архитектурные исторические памятники для того, чтобы привлечь больше внимания к теме аутизма. Аутизм Спикс является... Вот если Аутизм Юроп – это выбранная организация, то Аутизм Спикс – это частная организация. Ее организовали бабушка и дедушка, просто очень влиятельные, одного ребенка с аутизмом. И эта организация действительно в мире сейчас очень много делает для распространения информации об аутизме, для помощи, объединения людей. И сейчас вы услышите приветствие от доктора Стивена Шора, который является членом правления организации Аутизм Спикс. И доктор Стивен Шора интересен не только тем, что он член правления Аутизм Спикс, а также еще множество других аутистических организаций, а тем, что он сам человек с аутизмом, человек, который прошел путь от ребенка с тяжелой формой аутизма, он не говорил до пяти лет и был очень реально непростой. Вот он прошел путь до университетского профессора. Сейчас он доктор педагогических наук, и он преподает, обучает людей во всем мире. И просто чудесный человек, который тоже много России помогает. Мы застали его с просьбой сделать обращение где-то там в его перелетах между университетами, поэтому вы не пугайтесь, там он сидит на кровати в каком-то отеле, по-моему. Ну вот, внимание, пожалуйста. Всем привет! Как человек спектр аутизма и член правления организации Аутизм Спикс, я очень рад видеть, что все вы собрались сегодня ради того, чтобы сделать полноценную и продуктивную для людей с аутизмом правила, а не исключением. Я был в России 7 раз в течение последних двух лет, и я видел полных энтузиазмов людей, жаждущих узнать больше о поддержке людей с аутизмом. Первая Всероссийская образовательная конференция по аутизму – это еще один чудесный пример, явно и недвусмысленно сообщающий о том, что люди с аутизмом будут поддерживаться в сфере образования, так как Российская Федерация двигается от осознанности до принятия через оценку того, что люди с аутизмом приносят в общество и того, что они ценны такими, какие они есть. Отчасти эта усиливающая поддержка людей с аутизмом есть в центре «Наш Солнечный мир». Он только что переехал в новое, более крупное здание. В нем есть положительный пример по пониманию людей с аутизмом, а именно проект поддержки людей с синдромом Маспергера Российской Федерации. Как почетный президент этой сети поддержки, я очень рад, что Алексей Восков поделится с вами своей колоссальной работой, которую он делает для того, чтобы поддерживать людей с синдромом Маспергера Российской Федерации. Я знаю, что это будет замечательная конференция, и я с нетерпением жду новостей от моих друзей и коллег из России о том, как прошел сегодняшний день. Давайте вместе работать сегодня, чтобы мы могли построить лучшее завтра для людей в спектре аутизма. Вы также можете с нетерпением, буду ждать того дня, когда я в НЭФ приеду в Российскую Федерацию для продолжения нашей совместной работы. Спасибо. Коллеги, давайте продолжим нашу работу. Я с огромным удовольствием хотел бы предоставить слово Нине Александровне Шахиной, заместителю председателя правления фонда поддержки детей, находящегося в трудной жизненной ситуации. Просим на саму. Спасибо. Особенно за слова с огромным удовольствием. Нам тоже, нашему фонду, очень приятно и конструктивно работать с лидером работы по выстраиванию системы работы детям, помощи детям с РАС, с Министерством образования, с подведомственным его вузом, Московским государственным психологопедагогическим университетом. Разрешите, коллеги, мне от имени нашего руководителя, Марина Владимировна Гордеева, именно она в программе обозначена, она сегодня находится на другом нашем участке работы, посвященном теме сопровождаемого проживания, лиц с инвалидностью. В Нижнем Новгороде мы проводим такую рабочую встречу. Ну и, пользуясь этой трибуной, разрешите мне очень кратко, но тем не менее обозначить позицию и, главное, возможности нашего фонда по выстраиванию этой работы, по сотрудничеству с регионами и организациями. Ну, как вы знаете, наша организация существует 8 лет. К теме аутизма мы приступили года 3 назад. Вот, реагируя на общественный запрос, сформировали специальную целевую программу, называемую «Ты не один». И эта программа уже сегодня находится в активной работе. С 2017 года мы начинаем финансирование четырех региональных программ в четырех субъектах Российской Федерации. Это Курганская, Костромская, Архангельская, Тверская области. Кроме того, мы видим свою задачу, естественно, не только в формировании финансового ресурса, но самое главное – ресурса методического. И вот в целях решения этой задачи два года мы реализуем пилотный проект по оказанию комплексной медико-социальной, психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра в трех регионах Российской Федерации. Это, естественно, Воронежская область, Красноярский край и Новосибирская область. В декабре этот проект уже заканчивается, и далее как через неделю мы подведем итоги его работы. И самое главное – направим в регионы. И разместим на сайте фонда большой методический пакет, который содержит модель действий в субъекте Российской Федерации по выстраиванию комплексной системы помощи на межведомственной, межсекторной основе. Повторяю, результатом пилотного проекта является модель межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-социальной психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и методические рекомендации по разработке такого плана и по его внедрению. И повторяю, этот пакет вы получите уже буквально через неделю. Кроме того, по результатам этого пилотного проекта в трех регионах, которые были его участниками, по договоренности с органами управления будут сформированы и будут работать стажировочные площадки, в которых могут обучаться, повышать свою профессиональную компетентность специалисты и организаторы этой работы из всех субъектов Российской Федерации. Об условиях программы работы площадки мы, естественно, вас также оперативно оповестим. Но я хочу сказать, что эта форма работы фондом уже опробирована. Мы сделали ее на теме социального сопровождения семей разных целевых категорий. Но это происходило в рамках внедрения и начала работы по новому закону 442-му об основах социального обслуживания населения. И такие площадки стажировочные уже сегодня в регионах работают и показали свою нужность и, самое главное, эффективность. Ну и еще раз о финансовых наших возможностях. Как я сказала, с 2017 года мы будем финансировать ряд региональных программ, а еще в феврале объявляем новый конкурс для регионов, на которые регионы могут предъявлять не только программы, но и более облегченную версию, но строящуюся на тех же принципиальных подходах. Межведомственный, межсекторный подход, активное участие родительской общественности, некоммерческого сектора, это региональные комплексы действий по оказанию комплексной помощи детям с РАС. Сумма финансирования фондом до 10 миллионов в год. Все условия и порядок подачи заявок на этот конкурс также будут на сайте фонда опубликованы. Следите за этими сообщениями. Это произойдет уже в самом начале года, ну максимум после 1 февраля. Ну и последнее, что я хотела еще раз поддержать, эту волну общего единения вокруг темы, поприветствовать участников и сказать, Виталий Владимирович, хоть конференция и называется первой, но вы совершенно справедливо отметили, что специалисты, ученые собирались на таких площадках уже неоднократно. Это идея международных конференций, организованных фондом «Выход». И мы в прошлом году вместе с правительством Воронежской области подобное, ну не подобное, но тоже делали конференцию, где могли встречаться люди для обмена практиками своей работы и самое главное для осмысления будущих наших действий. Спасибо. Коллеги, как Вы помните, наша работа начиналась с выступления воспитанников Федерального ресурсного центра. И сейчас я предлагаю посмотреть еще одно выступление ребят, которые готовились и готовы нам продемонстрировать свое мнение. Спасибо. Спасибо. В небе облака светлые мечты Смотрят на меня с высоты Смотка и легко Славят птичий ход Голубой бескрайний простор Я люблю, когда свод цвей Я люблю, когда небо я люблю Когда птицы в небе песенки поют Я люблю, когда солнце я люблю Когда небо я люблю Когда птицы в небе песенки поют Быстрая река Вдаль искрять зовет Страны глеб9 Страны греза сказочных слов Песня «Лето» 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 Пиши к нему всегда, иди дорогой добра. Пиши к нему всегда, иди дорогой добра. Пиши к нему всегда, иди дорогой добра. Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 ! Спасибо! Спасибо! Мы слышим о том, что, несмотря на то, что программы, стандарты приняты не так давно, а уже есть определенная критика, что стандарты несовершенны, их надо переписывать, кто их писал и так далее. Напомню, что действительно стандарты писали люди. К этой работе были привлечены огромное количество специалистов, это были и ученые, это были и практики, и методисты. То есть были собраны за одним столом, ну скажем так, условно, специалисты абсолютно в разных областях и в конечном итоге в свет были выпущены стандарты. Но еще раз говорю о том, и это моя принципиальная позиция практически по любому нормативному документу. Вот в данном случае стандарт, да, стандарт писал человек. И если мы с вами говорим о необходимости внесения изменений, в том числе и в стандарты, и в принципе и в любой нормативный документ, это всегда необходимо и возможно сделать. Но с другой стороны, то есть не дав данному стандарту просуществовать определенное количество времени и понять, в чем же там какие-то деньги состыковки, сегодня бросаться и на ходу пытаться что-то там менять и вносить какие-то изменения на коленке, я считаю, что мы тем самым только можем, ну, наверное, навредить ситуации. Поэтому мы уже неоднократно заявляли позицию Минобра, что давайте мы дадим возможность определенный временной промежуток отработать по данным стандартам и накопим некую критическую массу замечаний. И если мы с вами вместе придем к тому, что да, действительно необходимо вносить изменения, то мы готовы к этой работе. То есть вот здесь вот это принципиальная наша позиция, что есть стандарт, он утвержден, начали работу, отработаем как минимум календарный год и после этого вернемся к вопросу о необходимости внесения изменений. Сегодня еще нет той критической достаточно отработанной массы, которая говорила о том, что вот надо срочно вскрывать стандарт и вносить туда изменения. Следующая проблема, ну, эта проблема, наверное, касается довольно больших и многих сфер нашей с вами жизни, это правоприменительная практика. Правоприменительная практика от региона к региону, она отличается. Например, если мы с вами говорим о кадровой обеспеченности. На уровне федерального центра, на уровне Минобра был выпущен еще в 2013 году приказ 10.15 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности. Данный порядок, он в принципе, в том числе и регулировал количество тех или иных специалистов в зависимости от количества детей. И там все четко прописано и по дефектологам, и по логопедам, ну и так далее. Весь приказ я рассказывать не буду, он в открытом доступе, во всех образовательных учреждениях есть, в управлениях образовательных есть. Вопрос, как я и обозначил, это правоприменительная практика. То есть, что из себя сегодня на местах есть исполнение данного приказа. Вот наша задача, наверное, сегодня не бросаться, придумывать новые какие-то нормативные акты, чтобы там что-то ужесточать, додумывать, а добиться все-таки неупостительного исполнения тех нормативных документов, которые приняты на сегодняшний день. По большому счету, такая же ситуация у нас с вами и по финансированию. То есть, я сейчас говорю о так называемом коллегившем коэффициенте, который увеличивает финансирование для нашей с вами категории детей. Здесь палитра, ну, просто шикарная, да, то есть, если мы говорим, ну, берем нашу категорию, которую мы с вами сегодня рассматриваем, то Воронеж дает коэффициент 19, воронежская область. Ну, следующий можно выделить, там, например, Сахалин. Сахалин дает 9,2,6, увеличение норматива на нашу категорию детей. Если мы говорим в целом по стране, то вот 66 субъектов действительно вводят этот норматив, причем вводят его дифференцированно в зависимости от той или иной нозологии. В 15 субъектов норматив один и никакой дифференциации не происходит. На уровне Министерства образования мы некий посыл для субъектов сделали. Был утвержден приказ Минобра 10.40 об утверждении общих требований к определению нормативных затрат. Ну, там длинный приказ, вот основное название, об утверждении нормативных затрат. И, в принципе, этим приказом точно так же вводится повышающий коэффициент для обучающих с ограниченными возможностями здоровья. То есть, это нормативный документ на уровне Министерства образования для всех наших подвеностных учреждений. Такой норматив введен. Более того, министерства были отправлены в регионы на адрес руководителей органов, исполнительной власти, субъектов, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Все методические рекомендации по расчету. То есть, мы показали, каким образом был рассчитан тот норматив, который был принят на уровне Минобра, и порекомендовали, чтобы соответствующая работа была проведена абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. Следующая проблематика, которая, как мы видим, на сегодняшний день стоит также довольно остро и актуально. Это речь сейчас, наверное, нужно говорить о неком таком плюрализме к подходе к подготовке кадров для работы с детьми с РАС. Какие технологии считать наиболее эффективными? Кто и как должен готовить специалистов для работы с детьми данной категории? Нужна ли сертификация таких специалистов? Кто определит, какие методы технологии нужно применять, а какие категорически применять нельзя? Мы считаем, что вот тот экспертный совет, о котором сегодня уже несколько раз говорили, который создан при Федеральном ресурсном центре, создан при Министерстве образования и науки, он в первую очередь как раз-таки должен ответить, в том числе и на те вопросы, которые я только что обозначил. В настоящее время система общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья представлена отдельными образовательными организациями, которые осуществляют обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, отдельными классами в общеобразовательных школах, инклюзивными классами, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Наша позиция заключается как раз в сохранении и развитии такой системы, которая не противопоставляет системе инклюзивного образования, системе коррекционного специального образования. Вот мы неоднократно на всех уровнях заявляли, что необходимо некий баланс, то есть не надо, чтобы система шарахалась от инклюзии к специальному образованию, наоборот, от специального образования к инклюзивному образованию. У родителей должно быть право выбора, то есть в какую систему они идут, и более того, мы эти системы не противопоставляем друг другу, а мы говорим о том, что они друг друга дополняют. Более того, мы уже много раз говорили, и на эту тему есть различные методические рекомендации, которые доводились до субъектов, что на базе специальных коррекционных образовательных учреждений необходимо создавать как раз-таки те ресурсные центры, которые будут помогать тем учреждениям, которые работают в инклюзии. И, в принципе, хотел бы отметить, что позиция Ольги Юрьевны Васильева, министра образования, она однозначно по этому вопросу, и уже довольно жестко поставлены, скажем так, вопросы к тем субъектам, где пытаются, скажем так, продолжать некую политику по сокращению специальных коррекционных образовательных учреждений. У нас при Минобрии и при Министре создан совет по обучению детей с инвалидностью, детей с ОВЗ, и мы традиционно на каждом заседании данного совета приглашаем регионального министра с той территории, откуда к нам приходят сигналы, откуда приходят обращения граждан по ситуации, по невыполнению законодательства, по лишению детей возможности получать образование либо в специальных коррекционных образовательных учреждениях, либо по другим формам. То есть на этих советах довольно жестко, ну скажем так, свою позицию Минобрия высказывает. Вот на последнем совете, который прошел буквально две недели назад, то есть мы рассматривали Иркутскую область. Также хотел бы отметить, что вот мы уже на протяжении, наверное, двух лет довольно много говорим о возросшей роли ПМПК. То есть сегодня действительно психолого-медико-педическая комиссия, она, ну скажем так, несет и работа этих комиссий, мы на нее возлагаем довольно, ну скажем так, большие надежды, потому что именно от тех заключений, которые дают ПМПК, зависит, каким образом будет продолжаться образование наших детей и какие условия будут создаваться в образовательных учреждениях. Но хотел бы отметить, что в деятельности самой ПМПК можно выделить довольно значительное количество трудностей. Но опять же, это тот же самый пресловутый кадровый вопрос, и мы говорим о том, что сегодня действительно не хватает специалистов в ПМПК. С другой стороны, есть сегодня вопросы и к тем специалистам, которые уже работают в ПМПК, к тем заключениям, которые выходят из под их пера. Поэтому вот в последнее время мы довольно большое количество различных работ заказывали именно по развитию деятельности ПМПК. То есть мы сегодня пытаемся эту работу систематизировать. На сегодняшний день разработаны необходимые критерии для составления заключений. То есть эта работа будет продолжена. И хотел бы отметить, вот скажем так, буквально вчера мы проводили общественное обсуждение всех результатов, которые были получены по результатам реализации проектов, которые Минобор заказывал в рамках программы «Доступная среда». И вот там как раз-таки у нас было два проекта по ПМПК. И вот, скажем так, побочный эффект, в кубочке слово «побочный эффект», который был получен, вот те два вуза, которые реализовывали данные проекты, пришли к мысли о необходимости открытия магистратуры по подготовке специалистов ПМПК. Это Московский городской педагогический университет и это Российский университет дружбы народов. То есть вот, насколько я понимаю, городской пед, он уже в 2017 году открывает магистратуру по данному направлению РДН, планируется следующего года также открытие данной магистратуры. То есть вот в вопросе ПМПК, надеюсь, что также в ближайшее время будут урегулированы на нормативном уровне абсолютно все вопросы. Также хотел бы отметить, что есть вопросы по тьютор, ассистенту и вот каким образом различать, где нормативная база. В этом направлении также работа по большому счету проведена и уже на выходе. Утвержден профстандарт специалист в области воспитания и тьютор является одной из должностей в этом профстандарте. То, что касается профстандарта ассистент, то работа сейчас это идет. Минтруд такой профстандарт заказал и он разрабатывается. Я думаю, что в ближайшее время он также пройдет все необходимые процедуры заключения. И хотел бы отметить, что в этом году, вот буквально вчера мы этот отчет получили, были разработаны примерно адаптированные программы дошкольного образования для обеспечения преемственности школьным образованием. То есть на сегодняшний день подготовлен полный пакет документов, все материалы переданы в Российскую Академию образования для получения экспертизы и для прохождения через УНО. И надеюсь, что до конца года эти программы будут также утверждены и исключены для работы в дошкольное образовательное учреждение. Но здесь появляется следующий класс вопросов, что появились программы, дошли до дошколки. Да, дошколку, наконец-то, немного также втащили в программу доступная среда. Но вот если мы говорим о повышении квалификации специалистов, то здесь, конечно же, нам необходимо в этом направлении еще усиливать свою работу. Есть еще один момент. Мы заметили, что получаем некое сопротивление от родительской общественности, коллеги, надо прекрасно понимать, что для того, чтобы органам управления образованием, образовательным учреждением быть готовым на местах и, скажем так, планировать свою работу и планировать, каким образом и когда им оснащать свои образовательные учреждения, необходимо понимать и знать количество детей, начиная от которых вы являлись при ранней помощи и дальше дошколка и так далее. То есть вот мы ведем довольно уже длительную работу и работа, в принципе, завершена. Сегодня идет внедрение. Некий инструмент разработан. Он называется «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам». Дисконтингент, в принципе, сама разработка завершена, то есть сегодня идет подключение регионов, но мы сталкиваемся с тем, что вот родительская общественность, ну скажем так, высказывает некие вопросы, зачем, почему, то есть ну как-то мультики нас хотят пересчитать, а это караул, это катастрофа, то есть здесь нет никакой катастрофы, то есть сегодня подготовлена вся нормативная база и, насколько я знаю, сейчас в Государственной Думаю, как раз-таки на рассмотрении находится необходимый федеральный закон, где будет закреплена, ну скажем так, дегематизирована вся та работа, под которую и эта система разрабатывалась. Я думаю, что с сентября месяца уже после появления федерального закона, то есть эта система пойдет уже не по пути апробации, а по пути внедрения. И, коллеги, заканчивая свое выступление, хотя я как-то еще могу говорить долго и долго, но понимаю, что есть еще много желающих, хотел бы отметить вот еще одну вещь, да, вот мы очень много говорим о том, что для нашей категории детей важно попасть в образовательное учреждение, но мы все больше в последнее время стали получать письма от родителей, то есть с другой стороны, уберите, а зачем, а вы о наших детях не думали и так далее, причем пошел некий вал, вот прям такое ощущение, что вот появились, скажем так, люди, которые заинтересованы в раскачивании этой лодки, собирают вокруг себя единомышленников, пишут тот шаблон, одни и те же письма и они идут абсолютно по разным адресам. Мы выпустили целый цифр видеосюжетов и сняли целых, вот вчера как раз была защита, мы отсматривали материал, три видеофильма, 32 минуты продолжительность каждого из них, называли уроки, называется уроки доброты, почему три, для разных категорий детей, то есть первый для началки, первый, четвертый класс, потом пятый, девятый и десятый, одиннадцатый, то есть вот три разных фильма выпустили, исполнитель вчера отчитывался по работе, работа была принята абсолютно без замечаний, действительно получились, ну, на мой взгляд, просто колоссальный материал, 50 актеров были участниками данных съемок, там на экране можно увидеть очень известных, знаменитых людей, я просто всех вас призываю, мы уже выложили на сайт Минобра эти ролики, мы включили так называемые уроки доброты, которые нужны в первую очередь не детям нашей категории, а наоборот, они нужны родителям, они нужны учителям и они нужны детям, чтобы они были готовы принять к себе наших с вами детей и вот мы подготовили уже методические рекомендации по проведению этих уроков и включили в календарь мероприятий на шестнадцатый, семнадцатый год и мы вот хотим запустить целую серию таких мероприятий абсолютно по всей стране, мы все-таки пытаемся изменить вот то общественное мнение, которое, еще раз говорю, в последнее время кто-то пытается расшатать непонятно зачем и для чего. Коллеги, всем нам хочу пожелать продуктивной работы, я уверен, что конференция действительно подымет все те проблемы, которые сегодня существуют и будут предложены определенные пути решения. Я же сегодня уже неоднократно говорил о межридии, поэтому позвольте представить возможность выступить Тирпану Афонину, заместителю директора департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты. Тирпан, с вами вас прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, взаимодействие – это одно из самых сложных вещей, которые есть. Это взаимодействие между людьми, а уж взаимодействие между различными министерствами, оно осложняется различными нормативными документами, целями и задачами, которые ставит каждое ведомство перед собой. Но на сегодняшний день так сложилось, что цели и задачи у нас с министерствами, с министерством образования, с министерством здравоохранения одни. И в госпрограмме «Доступная среда», которая продлена до 2020 года, большое место уделяется вопросам реабилитации и абилитации инвалидов. И в рамках этих мероприятий в 2016 году были разработаны большое количество методических и проектов нормативных документов и Минтрудом, и Министерством образования России, и Министерством культуры. И у нас в 2017-2018 году будет проходить пилот по комплексной реабилитации, по формированию системы комплексной реабилитации в субъектах Российской Федерации. Этот пилотный проект будет проходить в двух субъектах. Это Свердловская область и Пермский край. Субъекты были отобраны не просто так. У нас весь 2016 год шла работа по отбору субъектов для участия в этом пилотном проекте. В ходе этого пилотного проекта будет необходимо организовать абробацию и внедрение тех методических и проектов типовых документов, которые были разработаны в 2016 году. Как раз-таки значительная роль в пилотном проекте отводится отработке способов и методов межъедомственного взаимодействия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры, спорта, культуры и труда и занятости, как на муниципальном, региональном, так и на межъедомственном уровне. Итогом реализации пилота должна стать разработка регионным предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и методического обеспечения формирования системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, включая раннюю помощь, которая является у нас началом реабилитации. Как я уже говорила, пилотные регионы в 2016 году были отобраны на конкурсной основе. Конкурсная комиссия специально для этого создана, осуществляла отбор по критерии. Основными критериями отбора являлись уровень развития межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, наличие электронных баз данных об инвалидах и детях-инвалидов и организация медицинской реабилитации, участия субъектов в пилоте по медицинской реабилитации. На основании этих критериев у нас были отобраны два субъекта. Участвовали не так много субъектов в конкурсе, всего 15. Программы были разработаны этими субъектами. Эти программы по формированию комплексной системы реабилитации были разработаны на основе технического задания. Самое техническое задание, это был подготовлен приказ на трудом России, в создании этого приказа участвовали практически все три министерства, я имею в виду основные это Министерство образования, Министерство здравоохранения и мы привлекали для подготовки также Министерство культуры. Что должны сделать эти пилотные регионы в 2017 и 2018 годах? Во-первых, пилотам будет необходимо отработать единые подходы при реализации системы комплексной реабилитации. Отработка единого подхода к формированию системы ранней помощи. Пилотные субъекты должны будут еще отработать те методические документы и типовые документы, которые им, министерствами, будут выданы для апробации. После того, как они все это сделают, они должны будут по результатам дать свои предложения, по которым будут доработаны и уже к концу 2018 года все переданы всем субъектам Российской Федерации, чтобы они также могли в рамках своей работы в субъектах на основе типовой программы субъекта по комплексной реабилитации, которая будет выдана, организовать, начать формировать у себя систему комплексной реабилитации. На это в доступной среде выделено финансирование. В рамках пилотного проекта финансируется приобретение реабилитационного оборудования и техники для оснащения реабилитационных учреждений субъекта. Софинансирование субъектом остальных мероприятий за счет собственных средств. С 2019 года, когда типовые документы и методические наработки будут выданы для всех субъектов, также на конкурсной основе, также как в рамках доступной среды была организована работа по формированию условий доступности. Субъекты будут участвовать в организации комплексной реабилитации на конкурсной основе. И тем, кто будет формировать ее на условиях, которые предложит федеральное министерство в рамках типовой программы, они также будут софинансироваться из расчета часть субъект, часть федеральный бюджет. У нас для контроля за ходом пилотного проекта создана рабочая группа. В рабочую группу вошли практически очень многие из коллег, которые сегодня выступали перед вами. И большое полупрофессиональное сообщество, в том числе и по вопросам аутизма. Члены этой рабочей группы у нас будут работать в том числе и в регионах. Для выезда в регионы у нас есть определенное финансирование, чтобы это было за счет доступной среды. Задачами этой рабочей группы будет помочь субъектам сформировать и выявить те проблемы, которые есть не только на уровне субъекта, но и посмотреть на это уже с уровня федерации. Кроме того, члены рабочей группы при выезде будут смотреть, насколько правильно организован процесс реабилитации. Если говорить, какие конкретные мероприятия субъекты должны будут проработать у себя в регионе, то, учитывая, о чем сегодня у нас конференция, могу сказать, что основными мероприятиями, которые субъекты должны будут у себя реализовать, это, во-первых, организовать межведомственное взаимодействие, потому что вопросы реабилитации это вопросы межведомственного взаимодействия. Решить вопрос у нас необходимо адаптации уже существующих реабилитационных учреждений к нужным и потребностям, которые уже поменялись. Учитывая, что никаких строительств и строек новых реабилитационных учреждений в рамках программы не планируется, мы идем по пути перепрофилирования и адаптации тех уже учреждений реабилитационных, которые есть независимо от того, какой формы собственности и подведомственности они в субъекте относятся. Субъект за счет софинансирования должен будет закупить реабилитационное оборудование в эти учреждения и как раз таки будет здесь отработан такой момент, какое реабилитационное оборудование для каких технологий оптимально закупать. Какое штатное расписание должно, какая штатная комплектованность, кто должен в этих реабилитационных центрах быть. Кроме того, будет уже на, скажем так, апромированы те теоретические посылы, сколько реабилитационных центров, для каких детей и взрослых, для какой категории детей должно быть в субъекте, чтобы все дети были охвачены и как можно ближе к дому. Какой формы должны быть эти реабилитационные центры? Какие они должны быть? Это многопрофильный центр, который должен быть один в субъекте? Или это центры, которые оказывают, скажем так, первичную реабилитационную помощь, которая находится ближе к дому? Как отцитровать, что необходимо сделать на уровне уже муниципалитета, а что можно сделать на уровне субъекта? Как быть субъектом, который очень различает все между собой? У нас и уровень финансирования в этих субъектах разный, количество проживающих детей различно. Поэтому на эти все вопросы к концу пилотного проекта мы надеемся уже ответить, но на системной основе. Для каких инвалидов, какие реабилитационные центры, для детей и взрослых, по каким методикам, какие реабилитационные оборудования, какое штатное обеспечение, какие специалисты должны быть? Здесь очень много говорилось о том, что у нас на сегодняшний день потребность на практике несколько иная, чем та структура профессиональных стандартов, которые есть. У нас, исходя из моего опыта работы над ранней помощью, есть несколько вопросов. Какой должен быть специалист реабилитолог, какой должен быть специалист по ранней помощи? Даже среди профессионального сообщества мы увидели несколько разных точек зрения. Один специалист по ранней помощи должен быть, или это специалисты различных профилей, которые обладают компетенциями в области ранней помощи. Поэтому на эти все вопросы к концу пилотного проекта нам будет необходимо ответить. Что касается вопросов ранней помощи, то одним из основных сюжетов, которые мы планируем пилотировать, у нас это вопрос организации ранней помощи в субъектах. Поскольку опыт очень богатый уже в стране накоплен, исходя из того, что у нас Фонд поддержки детей, находящих в трудной жизненной ситуации, отработал эти вопросы на многих субъектах. Мы брали за основу при подготовке концепции развития ранней помощи тот опыт, который был на работе у нас, лучший опыт в Российской Федерации, и брали зарубежный опыт. Что касается дальнейших планов, по распоряжению мы должны утвердить план по реализации концепции ранней помощи. Он у нас на сегодняшний день находится в правительстве, и мы надеемся, что к концу года этот план будет утвержден. По плану мы планируем уже к февралью 2017 года, подготовив основные методические документы, направить их в субъекты для того, чтобы можно было как-то скоординировать работу. Проекты таких методических документов профессиональным сообществам уже подготовлены. Планируется, во-первых, дать субъектам возможность посчитать, сколько детей с ранней помощью нуждается, сколько детей у них в субъекте нуждается во включении и получении услуг ранней помощи. Учитывая, что сложилась разная практика, координирующим органом в субъекте по развитию ранней помощи может быть любой из ведомств, на базе которого это будет осуществляться. И вот в рамках работы в пилоте по ранней помощи, поскольку это самое начало, выявление аутизма нужно начинать как можно раньше, чтобы эффект был как можно лучше. У нас заложен сюжет по внедрению услуг по комплексному сопровождению детей с множественными тяжелыми нарушениями развития и в том числе с расстройством аутистического спектра, именно начиная с ранней помощи. Поэтому при этом мы должны отработать механизм передачи, чтобы наши дети не терялись на пути от ранней помощи к дошкольным учреждениям, к школам. Вот эту логику выстроить передачи и информирование каждого из заинтересованных в этих ребятах исполнителях или там оказать те, кто рассказывает услуги, какие услуги тоже нужно будет еще отцитровать, какие услуги будут оказаны, исходя из того необходимого набора услуг, а что можно будет оказывать уже свыше этого необходимого минимального набора услуг для детей с расстройством аутистического спектра. Дальше мы планируем отработать единые подходы, по профориентации ребятишек в том числе и с расстройством аутистического спектра. Кем они могут быть, где они могут работать, нацелить взрослых на то, что эти дети могут интегрироваться, только нужно правильно подобрать им профессию. В рамках этого пилотного проекта мы планируем и разработать программу по обучению родителей детей и инвалидов общению с детьми, поскольку это довольно сложная ситуация. Аутизм, слепые и слепоглухи, общение с ними требует особых навыков и помощи со стороны родителей. По итогам в планах в 2019 году подготовку законопроекта. Законопроект должен аккумулировать на федеральном уровне, должен аккумулировать все наработки, которые на практике пройдут апробацию, чтобы минимизировать те риски, которые возникают при внедрении новых сюжетов, новых документов в практику. И уже за рамками госпрограммы, после принятия закона на системном уровне, закрепить необходимость развития реабилитации и ранней помощи, в том числе и детям с аутизмом, как обязанность субъектов Российской Федерации. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Спасибо большое, Кира Пауна. Мы выдерживаем регламент нашей конференции, идем по программе, скоро обед, но перед этим я хочу сказать, что замысел первого пленарного заседания состоял в том, чтобы дать возможность представить позицию каждому министерству, которое сегодня занимается созданием системы комплексной помощи для детей с расстройством аутистического спектра и их родителям, их семьям. Поэтому очень важно услышать сегодня голос и позицию всех, и педагогов, и людей, которые обеспечивают социальную защиту, и трудоустройство таких людей, и, конечно же, медиков, которые занимаются охраной здоровья и занимаются всеми вопросами, связанными с аутизмом, как с медицинским диагнозом. Я сегодня хочу предоставить слово от врачей главному детскому психиатру Красноярского края Елене Александровне Володенковой. Красноярский край, да, один из трех пилотных, один из трех пилотных регионов, который в течение двух последних дней работал, двух последних лет работал над федеральным проектом по созданию системы комплексной помощи и разработкой региональной модели такой работы. Поэтому это опытные профессиональные люди, и, пожалуйста, Елена Александровна, вам слово. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники конференции. Ну, я не являюсь чиновником, поэтому можно я так скажу, а то мне непонятно, почему одним из организаторов в данной конференции не является Министерство здравоохранения. Потому что мы должны понимать, что расстройство аутистического спектра относится все-таки к психическим расстройствам. Мы можем говорить о том, что это состояние, и некоторые считают это не болезнью, но в международной классификации болезней аутизм, детский аутизм и аутистическое расстройство относятся к психическим расстройствам. И, конечно, в первую очередь, это большая проблема именно для медицины и для психиатрии. И в системе комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра учреждения здравоохранения должны занимать, особенно на первых этапах, ведущую роль, ведущее место. Потому что если мы установим диагноз аутизм, то все остальное будет просто бессмысленно. Мы не сможем дальше оказывать ребенку помощь, потому что у него не будет соответствующего статуса. И какие же основные задачи учреждения здравоохранения в оказании помощи детям с расстройством аутистического спектра? Ну, в первую очередь, это выявление группы риск по расстройству аутистического спектра. Министерством здравоохранения Российской Федерации принят приказ 1346 о проведении профилактических осмотров детей. И туда был включен осмотр, обязательно осмотр психиатра детей в год, в три и, ну, далее в семь и более старшие дети. Вот, конечно, для нас, для психиатров, и мы не раз это говорили на своих конференциях, очень непонятен выбор этого возраста. Потому что в год поставить расстройство аутистического спектра или даже отнести в группу риска бывает достаточно сложно. А в три года уже бывает поздно. Потому что вот в нашем регионе мы раньше выявляли, в основном диагноз выставляли в возрасте 5-6 лет. На сегодня у нас средний возраст выявления это 2-3 года. И, конечно, самый оптимальный возраст для выявления это 2 года. Потому что чем раньше мы оказываем помощь, тем мы больше видим и эффект. Своевременная диагностика уже самого аутизма, а не именно групп риска. Это тоже очень важно для дальнейшего проведения реабилитационных мероприятий для таких детей. Ну и, значит, проведение лечебных мероприятий это обязательно. Несмотря на то, что есть такое понимание, что аутизм это неизлечимое расстройство, но медикаментозное сопровождение таких детей иногда бывает очень важным. И мы не ставим целью на современном этапе развития науки вылечить данное заболевание. Задача психиатра создать фон, создать благоприятный фон, убрать те негативные симптомы, которые мешают проводить реабилитационные мероприятия. И это вот именно такое медицинское сопровождение и медицинская реабилитация. С медицинской реабилитацией тоже есть небольшие проблемы, потому что мы должны поднимать расстройство пожизненное, об этом сегодня не раз говорила. И проводить постоянную медицинскую реабилитацию в течение всей жизни просто медицинская организация не имеет такой возможности. И, конечно, когда мы проводим комплексное сопровождение и когда мы подключаем не медицинскую, а реабилитацию больше социальную или образовательную, это очень большая помощь в оказании помощи таким детям. Но и в дальнейшем мы должны, конечно, вот психиатр, задачу я вижу такую, это смотреть, как протекает реабилитация, которая оказывается другими ведомствами. То есть такой взгляд со стороны. Вот в нашем Красноярском крае мы уже занимаемся очень трудно проблемой аутизма в течение 12 лет. И как бы вот тот человек, который привез в наш край и вот бросил эти зерна оказания помощи детям аутизмом, это Ольга Сергеевна Никольская. Она очень много сделала для нас, подготовила нас как специалистов. Я ее считаю своим учителем именно в оказании помощи детям с аутизмом, и она всегда говорила, что психиатр очень важен в плане того, что мы, пусть посмотрит, правильно мы ли идем путем, так ли мы все делаем. Ведь мы уже с вами говорили, что аутизм это психическое расстройство. Но любые заболевания предполагают, что врач знает не только его причину, патогенез течения, но мы и знаем динамику развития заболевания, мы знаем прогноз и мы можем понимать, правильно идет оказание помощи ребенку или нет. Потому что иногда даже усиление каких-то негативных симптомов, которые может быть для непосвященного свидетельствует о том, что пошло ухудшение, напротив может говорить об улучшении состояния ребенка с аутизмом. Если он стал больше реагировать на какие-то ситуации, на которые раньше не реагировал, это не всегда плохо. Это может быть наоборот очень хорошо. Мы вышли уже на новый этап, ребенок стал понимать нас с вами, он начал на нас с вами реагировать. И это очень важно, чтобы в процессе оказания помощи участвовал врач. Ну, естественно, мы осуществляем и динамическое наблюдение. И еще немаловажная проблема. Дети с аутизмом, с аутистическим расстройством нуждаются и в социальной поддержке. В нашей стране принято так, что для того, чтобы получить инвалидность, ребенок или взрослый должен наблюдаться у психиатра. Поэтому это тоже очень важный вопрос. Почему нужен психиатр при оказании помощи? Ой, прошу, прощай. Вот выявление групп РИСК. Мы, являясь пилотным, участвовав в пилотном проекте, начали у себя водить, учитывая, что мы считаем, что в год и в три для выявления расстройства психического спектра неподходящий возраст. Мы в Красноярском крае ввели для педиатров в декретированной сроке осмотра. Это в полтора-два года анкетирование, используемую систему МЧАД. И я знаю, что ее же ввел и другой участник пилотного проекта, это Новосибирск. Притом Новосибирск использовал МЧАД и разработку нашу, российскую. Но все-таки пришли к выводу о том, что МЧАД, он более достоверен и там небольшой процент неверного становления диагноза. А по нашим российским мы у 80% детей видели расстройство психического спектра, которое в дальнейшем никоим образом не подтверждалось. И это тоже еще одна из таких проблем аутизма, что на сегодня не существует ни систем, ни методик, по которым мы бы, как в медицине принято, провели какие-то анализы, исследования и выставили диагноз. Здесь так не пройдет. Мы можем ориентироваться только на клинические признаки течения заболевания. Но, к сожалению, я пока вам не могу предоставить результаты, потому что это у нас введено только с июля этого года. И у нас по плану в министерстве стоит, что районы края должны отчитаться после Нового года. Но вот теперь тут тоже очень много говорилось о том, что мы должны понимать, какие нужно вкладывать ресурсы. Но чтобы понимать, какие вкладывать ресурсы, мы должны хотя бы понимать, какая у нас распространенность аутизма. Я вам представляю сведения по Красноярскому краю, но учитывая, что в Красноярском крае 560 тысяч детей, я думаю, что выборка достаточно большая и мы можем использовать ее в переносе и на показатели Российской Федерации. Конференция по детской психиатрии, которая проходила в Ярославле в октябре этого года, там главный детский психиатр Евгений Вадимович Мабушкин привел такую цифру, что по Российской Федерации на 10 тысяч детского населения выявлено 10 случаев расстройства аутистического спектра. В Красноярском крае я вам привела и абсолютные, и относительные цифры, и статистика по аутизму вообще официально есть только с 2014 года. Это когда на конференции, которая была благотворительным фондом «Выход» организована, и там заместитель министра Яковлева сказал о том, что будет введено в официальную статистику подсчет именно детей с аутизмом. Поэтому я вам официальные цифры только за два года. И вы уже видите, какой идет рост заболеваемости. И что очень интересно, и вот если мы с вами сравним цифры по городу Красноярску, это все-таки краевой центр, миллионный город, то здесь в 2015 году 13 детей, нас 10 тысяч. В Российской Федерации, напомню, 10 детей. А по краю, где в основном уже сельское население, там тоже уже отмечаем значительный рост заболеваемости детей аутизмом. И что еще немаловажно, вот вы видите цифры по инвалидности. То, что я вам и говорила, что для детей и для семей детей с расстройством психического спектра очень важным является именно социальная поддержка. И у нас все дети в Красноярском крае получают инвалидность. И вот процентом 78-73 процента, это не значит, что они не получают. Это те дети, которым, например, в 2015 году был выставлен диагноз, но для того, чтобы отправить ребенка на инвалидность, мы должны его наблюдать хотя бы в течение полугода-года, потому что одним из критериев является стойкость расстройства. Не только его выраженность, но и стойкость. Чтобы нам продемонстрировать, что это действительно стойкие расстройства, мы должны наблюдать. У нас, ну, очень маленький процент детей не имеет инвалидность. И это связано только с тем, что от этого отказываются родители. Для нас не принципиально, насколько выражена умственная отсталость или нет. Для нас сам диагноз именно детский аутизм или атипичный аутизм, даже если он без умственной отсталости, это уже показания для оформления инвалидности. И вот следующий слайд, это динамика за два года, с 2014 по 2015 год, рост психических заболеваний. Как ни странно, у нас он идет неуклонный рост. И если всего мы по общей заболеваемости видим рост 6%, то по аутизму 41%. И мы должны понимать, что количество таких детей действительно увеличивается с каждым годом. И мы должны создавать полноценную систему оказания им помощи, пока количество этих детей не слишком велико. Когда их будет много, и создавать что-то с нуля будет очень сложно. А если мы возьмем с вами первичную выявляемость, то вы видите, что это 232%. Это очень большое. То есть в 2015 году было на 232% детей, впервые выявленных с аутизмом, больше, чем в 2014 году. Это почти в 2,5 раза. С чем, анализируя, с чем мы связываем причины роста количества детей с аутизмом, ну это, во-первых, с тем, что действительно объективно мы отмечаем рост заболеваний. Я работаю в детской психиатрии 22 года, и я могу сказать, что такого количества детей с расстройством аутизмического спектра 20 лет назад не было. И они, вот мы отмечаем такую динамику, что эти дети постепенно замещают контингент детей с умственной отсталостью. И в плане оформления на инвалидность уже практически те дети, которые имеют инвалидность, 50% это дети с умственной отсталостью, 50% это дети с аутизмом. Такого раньше никогда не было. Ну и, конечно, это диагностическая настороженность. Стали больше об этом говорить. Мы у нас в регионе проводим учебу для наших психиатров. Мы постоянно эту тему обсуждаем, и для нас этот диагноз не является чем-то эксклюзивным. Нам не нужно ребенка направлять, например, на стационарное обследование, чтобы установить такой диагноз. Мы его наблюдаем, и в амбулаторных условиях ставим спокойный диагноз и оказываем помощь ребенку. Ну и то, что мы стали относить к аутизму, конечно, типичные формы. При различных других заболеваниях, но это связано тоже с тем, что если у ребенка есть расстройство аутистического спектра, то при всех других расстройствах оно наиболее ведущее, и нужно справиться с ним для того, чтобы ребенок дальше пошел в своем развитии. И именно с целью оказания более качественной помощи детям мы аутизм выставляем на первое место. В нашем понимании врачей, психиатров, аутизм – это общее расстройство развития, но именно искаженное развитие, парадоксальность развития. Когда мы видим, что у ребенка, например, может быть недостаточно развита коммуникация, социальное общение, но при этом интеллект может быть достаточно высокого уровня. Вот что мы тоже заметили. Когда мы раньше выявляли детей в 6-7 лет, у нас в основном все дети с аутизмом были с умственной отсталостью. На сегодня, когда у нас средний возраст стал 2-3 года, и детям оказывается помощь на ранних этапах, мы заметили, что у нас значительно выросло количество детей с аутизмом, которые не имеют умственной отсталости. У них или задержка, или норма интеллекта, или есть дети с достаточно высоким интеллектом. Раньше у нас такого вот не было. И это опять благодаря оказанию качественной помощи детям на ранних этапах. Заканчиваем? Угу, все, сейчас. Ну, это я вам не буду. Вот, ну, про мсты осталось я сказала. Ой, извините, не в ту сторону. Это я вам уже тоже бы сказала. Ну, и оказание помощи детям с аутизмом, именно медицинской, идет по стандартам. И приняты эти стандарты были в 2015 году по оказанию первичной медицинской помощи и медицинской помощи в условиях дневного стационара. Стандарта оказания помощи детям в условиях круглосуточного стационара нет. И, конечно, тут тоже есть свои определенные трудности. Вот то, что в стандарты входит диагностика. Она достаточно примитивная и очень сложна. И поэтому, конечно, самое главное в постановке диагноза – это опора на свой клинический опыт. Здесь по-другому пока ничего не придумано, и мы ничего не можем другого сделать. В Красноярском крае структура оказания специализированной помощи соответствует порядку оказания психиатрической помощи, который утвержден 566 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это амбулаторная помощь, которая оказывается в системе диспансера и в центральных районных больницах с психиатрами. В условиях дневного стационара, и мы имеем 135 коек на весь Красноярский край, но у нас очередь идет на год вперед запись. Настолько это востребованная помощь, и мы бы готовы ее расширить, но у нас недостаточно материальной базы в плане того, что нам нужны помещения. Ну и возможно оказание в круглосуточном стационаре, но мы это применяем в том случае, учитывая протяженность Красноярского края, когда приезжают из отдаленных регионов, и людям невозможно проживать в городе Красноярске. И вот какие... Все, два последних слайда. Смотрите, да. Наши успехи. Все-таки мы создали... Вот я считаю, что в Красноярском крае создана система оказания помощи детям сразу. Раньше у каждого ведомства оказывала... Ну что-то была своя программа. Вот благодаря пилотному проекту и Красноярский край просил сказать особое спасибо Артуру Валерьевичу, который курировал наш проект, за то, что нам удалось вот все эти ведомства связать, заставить работать чиновников, потому что люди на местах хотят работать, но нам нужны нормативные акты. Вот они были созданы, и мы смогли это создать. У нас действительно есть межведомственное взаимодействие. Мы все говорим на одном языке. Если мы проводим конференцию, мы приглашаем и врачей, и педагогов, и соцзащиту, чтобы все говорили на одном языке. И это очень важно. И последний. Все. Последний слайд. И все. Я почему... Вот последний слайд, я скажу только два слова. В каком плане? Вот по разработке именно ФГО с точки зрения психиатра. К сожалению, у нас с вами ФГО идет таким образом, что мы ориентируемся именно на психиатрические диагнозы. И это достаточно сложно. Особенно при оказании помощи детям в дошкольном возрасте. Если будет ФГО принят так же, как и для школьников, где будет подразделение на детей с задержкой, умственной отсталостью, я вам хочу сказать, очень трудно. Мы психиатры в сложной ситуации. Вот я бы, как психиатр, ребенку, дошкольнику никогда бы не поставила, например, детский аутизм, сочетающийся с умственной отсталостью. Очень сложно поставить. Мы сразу ребенку прекращаем все пути. Мы находимся в очень сложной ситуации. И поэтому хотя бы для дошкольного обучения хотелось, чтобы мы не были диагнозозависимыми, чтобы нас не вынуждало по МПК, но поставьте вы диагноз. И мы вот мечемся, и мы мучаемся, и очень трудно определить. И это действительно очень сложная ситуация. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна, за подробный доклад. Завтра будет секция, посвященная этой проблематике, этой теме. Я думаю, что там у вас будет жаркий дискусс. То есть вы продолжите, и никто не останется без слова по этой теме. Закончить первую часть. Я знаю, что весь зал устал. Я знаю, что вы хотите пойти на перерыв. Но я должна закончить пленарную часть ключевым докладом, коротким, 15-минутным выстрелом, эмоциональным, содержательным. Федеральный ресурсный центр Артур Валерьевич Хаустов. Прошу на сцену. Это будет финальная точка первого пленарного заседания. Мы переносим первый доклад со второй части, потому что после обеда будет 10 наступлений. И это тоже очень большой объем содержания, который надо воспринять. Очень интересная лекция, которая завершит сегодняшний первый день конференции. Поэтому небольшие рекировки в программе. И пока Артур Валерьевич эмоционально готовится, я скажу небольшое объявление про обед, чтобы вы уже точно понимали, что мы готовы вас принять. Обед будет организован в двух местах. Как в кофебрейк, достаточно такой, мне кажется, полноценный фойе. Это бесплатно, так и в столовой, которая дальше по коридору в этом же здании, без выхода на улицу, где есть хорошая столовая, где можно пообедать тоже за очень недорогую цену. Поэтому обед впереди. А сейчас я предоставляю слово с выступлением директору Федерального ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидату педагогических наук Артуру Валерьевичу Хаустову. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги. Светлана Владимировна, спасибо вам за представление. Прежде всего, конечно, я хотел бы сказать о том, что мы очень сильно готовились к вашему приезду. И поэтому от лица Федерального ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета я хочу очень сердечно поприветствовать вас в этом зале. Еще раз здравствуйте. Я постараюсь, чтобы мой доклад был не очень длинным, лаконичным. И тем не менее, я должен вкратце осветить о том, какие направления деятельности Федерального ресурсного центра мы на данном этапе считаем основными и какие мероприятия мы реализовываем. Прежде всего, я скажу о информационно-аналитической деятельности. И, конечно, здесь большое значение имеет создание портала Федерального ресурсного центра. Вы видите на экране его адрес www.autism.frc.ru У портала довольно много информационных задач. И, прежде всего, это, конечно, информирование о проблеме расстройства аутистического спектра. Это, конечно же, информирование о деятельности нашей его деятельности ФРЦ. Конечно же, речь пойдет о информировании вообще о мероприятиях в мире, связанных с аутизмом. И особенно у нас в России. Конечно, о тех экспертах, которые работают сейчас и которые могут оказать помощь тем людям, которые начинают работать с детьми с аутизмом в России. И вот, посмотрите, очень важно, очень важно, то, что у нас на портале создана вот такая страница. С правой стороны вы видите скриншот. На экране карта России. И вы видите, что те организации, которые сейчас зарегистрированы на портале ФРЦ, это организации, обозначенные только в центре России, в политическом центре России, в Москве. Сейчас есть возможность у каждой организации, которая работает с детьми с аутизмом, зарегистрироваться на портале ФРЦ. Наша большая задача объединить все усилия всех организаций, которые работают с детьми с аутизмом, с целью дальнейшего развития помощи детям с аутизмом в России и простраивания действительной системы. И, конечно, когда представлены только московские организации, этого, конечно, недостаточно. Дорогие коллеги, я призываю вас, когда конференция закончится или, может быть, во время конференции, зарегистрироваться на нашем портале, для того, чтобы было понятно, на кого опираться, родителям, чтобы было понятно, где искать помощь, в каких организациях, и чтобы они были отражены на той карте, которая доступна всей России. Что интересного вы видите или можете увидеть на портале? Конечно, это прямые трансляции и видеозаписи и презентации всех наших мероприятий. И сейчас ведется также прямая трансляция на портале Центра, и благодаря этому регионы, те, кто не смогли сюда приехать, могут наблюдать то, что здесь происходит в прямом эфире. Конечно, те методические пособия и рекомендации, которые мы разрабатываем, они сразу же вместе с изданием, они сразу же выходят и на портале в электронной версии в формате PDF. Это полнотекстовое издание, которое вы можете скачать и пользоваться. Все они практикоориентированы. Конечно, это консультирование специалистов и родителей в режиме онлайн. Прямо на портале и родители-специалисты могут оставить свою заявку, точнее задать вопрос, и наши специалисты в ближайшее время ответят на этот вопрос. И если у вас есть предложение по партнерству, по оказанию поддержки со стороны ФРЦ, мы тоже готовы это сделать. Для этого есть специальная форма запроса, которая расположена там же. Мне хочется сказать о том, что с 2003 года выпускается нами первый в России журнал, посвященный проблеме расстройства аутистического спектра. Этот журнал называется «Аутизм и нарушение развития». Благодаря порталу «Псиджорнлс» Московского государственного психолого-педагогического университета, мы видим, что за последние 8 лет все издания, а это 4 номера в год, выложены также в полнотекстовом варианте. И там тоже практикоориентированные материалы, которые могут помочь вам в вашей работе. Для тех, кто разбирается в базах индексирования, это и ЛИНС, и ВИНИТИ, и ЭПСК, и ДОЧ, и Виталий Владимирович Рубцов, наш ректор, поставил вопрос о возможности включения журнала в перечень ВАГ. Мы задумаемся, конечно, на эту тему. И канал информирования о деятельности ФРЦ, основные каналы, это, конечно, наш портал, это, конечно, сайт МГВПУ, это, конечно, сайт Министерства образования и науки Российской Федерации, и, конечно, сайты наших партнеров, в том числе информация о конференции, вы знаете, была размещена на сайте партнеров конференции. И, конечно, да, фонд поддержки детей, с которым мы работаем по большому межрегиональному проекту вот уже в течение двух лет. Нашей важной задачей становится программно-методическое обеспечение. И действительно, был принят закон об образовании, потом приняты другие нормативные документы, в том числе стандарт, но у специалистов, которые работают с детьми с аутизмом, масса вопросов. Все-таки, как же это реализовать на практике? Наши последние методички, которые, кстати говоря, есть у вас в раздаточных материалах, в ваших пакетах, это ежедневные компетенции и адаптация образовательных программ, и психолого-педагогическое сопровождение. Все это есть у вас, если кто-то не получил какую-то методичку, не переживайте, она тоже на портале. Последнее, что мы сделали, что мы подготовили, это методические рекомендации по созданию региональных ресурсных центров, и они сейчас в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Я не буду завязать в область ни своей компетенции. Подготовка и обучение специалистов. У нас реализуются две программы повышения квалификации. Это психолого-педагогическое сопровождение и обучение детей с РАС и реализация стандарта в работе с детьми с РАС. С 15 апреля мы по этим программам обучили 190 специалистов. Я знаю, что некоторые из этих специалистов присутствуют сейчас в этом зале. Я надеюсь, что эти программы были полезными, и я знаю, практикоориентированными. Мы проводим стажировки и методические сопровождения образовательных организаций. В этом году, конечно, по большей степени образовательных организаций города Москвы. Это связано с географической близостью. И спасибо департаменту образования за такую возможность. Что касается всероссийских семинаров и вебинаров. Мы ежемесячно проводим всероссийские семинары и вебинары. Виталий Владимирович говорил о том, сколько было участников у нас на этих мероприятиях. Если кто-то их не видел, то их также можно посмотреть на портале. Они там выложены. Невозможно, безусловно, осуществлять обучение, разрабатывать методические рекомендации в том случае, если мы не ведем сами работу с детьми с аутизмом. И действительно, Федеральный ресурсный центр, созданный на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения, который в течение 22 лет специализируется именно на проблеме расстройства аутистического спектра. На данный момент у нас в школьном отделении, это начальная школа, обучается 173 ребенка. И Виталий Владимирович сказал о том, что 27 детей в группах кратковременного пребывания. Мы, конечно же, проводим сейчас апробацию и модели образования по новому стандарту, и, конечно же, модели психолого-педагогического сопровождения. И нам приходится перестраивать серьезно работу службы психолого-педагогического сопровождения, так, чтобы она работала в соответствии с новым стандартом, как и в организационном плане, так и в содержательном. Мы в этом году взяли обучение детей по программе адаптированной основной общеобразовательной 8.4. Это те дети, которые занимаются по СИПРОМ. И мы апробируем модель обучения этих детей с использованием преклонного поведенческого анализа. О результатах, я думаю, в конце года уже станет, но мы сможем доложить. Консультативно-диагностическая деятельность. Сейчас в процессе идет апробация модели консультативно-диагностической деятельности. Планируется, что это будут консультации и диагностика, в первую очередь, для семей из регионов, которые не могут получить никакую помощь у себя в регионе. Предполагается, что это будет недельный курс 8-часовой. И в течение этого 8-часового курса важными задачами являются это первая, конечно, экспресс-диагностика, оценка уровня развития ребенка. Конечно, это составление перечня целей, то есть программы работы с этим ребенком. Конечно, будут и будут, и мы уже это делаем, родителям продемонстрированы те приемы и способы работы, которые наиболее эффективны обычно при аутизме и в работе с конкретным данным ребенком, со своим, с которым приехал родитель. И, конечно, будут даны рекомендации, это рекомендации и относительно образовательного маршрута ребенка, и относительно адаптированной программы ребенка, и относительно специальных условий, в которых он нуждается. Здесь рекомендации будут неформальные, они будут действительно продуманные и детализированные. Мы проводим прикладные научные исследования, я с удовольствием информирую вас о том, что с этого месяца в Федеральном ресурсном центре открыта научная лаборатория, и задача этой лаборатории проверять эффективность методик, разрабатывать диагностические методики, опробировать их на нашей базе, таким образом, чтобы те продукты, которые мы даем, которые мы публикуем, издаем для вас и для нас, эти продукты, чтобы были научно обоснованными. Мне кажется, вот такая связь практической работы, образовательной работы и работы научной, именно она дает наиболее адекватный ресурс в работе с детьми для коллег, для наших. Мы участвуем, конечно, в реализации социально значимых проектов. И сегодня Нина Александровна, и Светлана Владимировна, и вот предыдущий докладчик, когда, к сожалению, знакомый, не помню фамилии или имя, отчество, мы ведем пилотный проект показания комплексной помощи детям с РАС. Какие основные результаты этого проекта? Основные результаты, а проект сейчас подходит к завершению, мы два года вели этот проект, наша организация осуществляла экспертно-методическое сопровождение, и основные результаты, это первое, то, что в трех регионах действительно простраивается система помощи детям с расстройствами аутистического спектра, раз, два, сформирована модельная версия межведомственного плана по оказанию комплексной помощи детям. Что это такое? Это документ, который принимается на уровне региональных правительств, и об этом документе я буду рассказывать позже. И, конечно, нами готовится сборник информационно-методических материалов, которые могут быть использованы всеми регионами. Очень важное значение имеет развитие межрегиональных и международных связей, и особо я отмечу развитие связи между федеральным ресурсным центром и региональными ресурсными центрами, потому что простраивание системы помощи возможно тогда, когда существует сеть организаций, через которых может осуществляться распространение опыта и также аккумулирование опыта, то есть это двухсторонний процесс. Подводя итоги, да, Светлана Владимировна, я вижу, подводя итоги, я хотел бы сказать о тех важных механизмах формирования системы помощи в России детям с расстройствами аутистического спектра, то, что мы сейчас понимаем, особенно важно. Это, конечно, то, о чем говорили межрегионственные взаимодействия. Раз, это партнерские отношения между государственными организациями и некоммерческими организациями. Посмотрите, сколько специалистов во второй части сегодняшнего пленарного заседания из некоммерческих организаций и накопленными колоссальный опыт, поэтому это партнерство чрезвычайно важно. Конечно, чрезвычайно важно создание тех центров, о которых я говорю, в регионах, и наша коммуникация с ними. Безусловно, важно сотрудничество между государственными органами исполнительной власти, научными, профессиональными и родительскими сообществами. И здесь есть наглядный тому пример, в тех же трех регионах, о которых мы говорим, созданы межрегионственные рабочие группы, опять же таки, на уровне руководителей министерств, куда входят все те категории людей, о которых мы сейчас говорим, вот в последнем пункте. Завершая мое выступление, коллеги, я хочу показать вам контакты еще раз Федерального ресурсного центра, странно как-то съехали они в правую часть, но я думаю, что будет видно, если вы сфотографируете. И я хочу, конечно, пожелать нам всем успехов в работе с детьми с аутизмом, для того, чтобы мы объединили наши усилия и получили ощутимый результат. А результатом, как я надеюсь, будет вот такая улыбка всех детей с аутизмом в России. Спасибо, я благодарю вас за внимание.